Друзья, привет! В этом видео поговорим о том, как тратить меньше времени на создание контента. Я думаю, что проблема знакома многим, когда у вас несколько соцсетей, какой-нибудь еще корпоративный блог, везде надо публиковать регулярно, выкладывать много интересного материала, но и еще при этом параллельно заниматься другими делами. Да, в принципе, даже если у вас один инстаграм, и там надо делать посты, делать stories, делать reels, и все это отнимает время, а тратить его не хочется. Собрала пять способов, чтобы облегчить себе эту ношу, делать контент быстро и буквально из того, что есть под рукой. Первый способ самый прекрасный. Придумайте, как сделать так, чтобы контент создавали сами ваши читатели или клиенты. Например, я работаю в издательстве МИФ, у нас есть инстаграм, и большую часть контента там составляют отзывы читателей. Люди читают наши книги, красиво их снимают, рассказывают свои впечатления, делятся какими-то полезными советами, а мы просто все это забираем к себе и указываем, естественно, автора. При этом автор получает новую аудиторию, да, ему хорошо, что его публикуют в таком достаточно крупном аккаунте, а мы получаем много качественного, хорошего контента, который рекламирует наши книги и продвигает их, причем самым ненавязчивым образом через отзывы тех людей, которые уже с ними познакомились. Это очень взаимовыгодное, классное такое сотрудничество, и при этом мы тратим на него не так много времени, потому что вот берем готовое. Для того, чтобы все это получилось, мы просто когда-то создали хэштег «Миф читатель» и рассказали читателям и периодически напоминаем им о том, что под этим хэштегом можно публиковать свои отзывы. Тогда мы их увидим и какие-то заберем к себе. И вы можете тоже этим пользоваться, например, придумать какой-то хэштег, или если у вас аудитория еще не такая большая, целенаправленно организовать конкурс отзывов, пообещать какие-то приятные подарки. Или можно сделать какую-то красивую фотозону, если вы, например, салон красоты, или магазин одежды, или еще что-то такое зрелищное, красивое. Вы можете придумать, сделать какую-то хорошую фотозону, или даже пригласить поработать фотографа, чтобы вашим клиентам, покупателям было приятно и интересно фотографироваться у вас в вашем пространстве, и потом выкладывать это в соцсетях с какими-то пометками. В общем, варианты разные, но суть в том, чтобы придумать что-то, чтобы ваши клиенты делали для вас хороший, качественный контент. Тогда вы сможете спать спокойно, потому что он всегда у вас будет. Второй способ — это вторичное использование контента. Старайтесь каждый материал использовать 3-4-5 раз. Например, если вы где-то читаете лекции или проводите эфиры, кусочек из этого эфира можно превратить в пост. Вообще, из одного часового эфира можно сделать, я не знаю, 10 постов, если это действительно был полезный, насыщенный эфир. Например, вам там задавали вопросы, задали во время эфира 10 вопросов, и с каждого ответа можно сделать отдельный пост. Если вы сняли видео для YouTube или для TikTok, сценарий можно выложить в Instagram. Я, например, снимаю вот эти ролики для YouTube-канала, а потом делаю такие карточки с кратким содержанием для Instagram. У меня это занимает буквально 15 минут времени, но люди получают информацию и там, и там, и не надо ходить с площадки на площадку. В МИФе мы тоже часто проводим лекции, вебинары, и даже если эта лекция платная, кусочек из нее, небольшой, можно превратить в статью и выложить в блог. И в конце этой статьи предложить читателям проходить на эту платную лекцию и смотреть продолжение. Так человек уже сразу понимает, о чем будет речь, интересно ему это или нет, он более замотивирован, чтобы пойти и купить эту лекцию. И это тоже классный способ продвижения своих продуктов. Просто поставьте себе цель каждую единицу контента использовать 3-4 раза. Тогда вам достаточно будет придумать несколько тем крупных на неделю, и из них уже наделать много-много всяких небольших форматов. Третий способ на все времена — это переводы иностранных источников. Найдите качественные иностранные площадки по вашей теме, и просто переводите те материалы, которые там появляются. Я уверена, что читатели будут вам благодарны, потому что не все могут прочитать на иностранном языке текст, не все ходят на такие площадки, как правило, нам лень, не очень хочется, если это не наша сфера деятельности. Идти читать на чужом языке всегда сложнее, но при этом очень интересно, что пишут за рубежом. Часто там темы освещаются немного по-другому, возникают какие-то неожиданные новые смыслы, ну и тенденции, тренды, естественно, тоже оттуда к нам приходят. Так что это такой действительно полезный и ценный контент. Переводить можно самостоятельно, можно заказывать перевод фрилансерам, людям, которые этим занимаются, и, в общем-то, тем самым тоже вы сэкономите свое время, но наполните блог какими-то хорошими полезными материалами. Только, конечно, не забывайте сослаться на исходный материал, чтобы не нарушать авторских прав. Четвертый совет — это подборки, компиляции, разное агрегирование контента. Подборки можно делать даже из своих материалов. Например, вы давно ведете блог, у вас накопилось много статей по разным темам, вы берете какую-то тему и выбираете там 10 лучших постов на такую-то тему, 10 лучших статей или еще что-то. Можно делать подборки из чужих материалов. 10 книг, 10 фильмов, там 25 мыслей. Если вы профессионал, давно занимаетесь темой, наверняка у вас уже накопилась куча всякого вот этого материала, который можно просто агрегировать и собирать. Делается этот контент очень быстро, и при этом, по моему опыту и по опыту многих коллег других площадок, такие материалы часто набирают больше всего просмотров и сохранений. Потому что это куча материала в одной статье. Люди любят такие подборки сохранять и потом возвращаться к ним. В общем, это классный способ делать новое из старого. И пятый способ. Поднимайте старые материалы. Так делают многие блоги, СМИ. Мы, в частности, в издательстве МИФ так делаем. Если вы ведете блог уже там полгода или больше, у вас, опять же, накопилось много материалов, читатели, естественно, все их не помнят. К тому же у вас появилось за это время много новой аудитории, скорее всего. Вы можете просто выбирать старые, хорошие материалы и публиковать их заново. Иногда нужно поменять что-то минимально. Даты, какие-то привязки к информационным поводам. Ну, то есть, убрать буквально мелочи. Сделать так, чтобы материал выглядел актуальным. Иногда вообще ничего не надо менять, если это вечно зеленый контент. И вы это просто поднимаете, публикуете снова и получаете снова просмотры, лайки, комментарии. По сути, это тоже самое вторичное использование, только здесь вам даже не нужно менять формат. Просто берете, что есть, и публикуете заново. Надеюсь, эти советы вам пригодятся, сделают вашу жизнь легче и помогут находить новые возможности для того, чтобы делать качественный, интересный контент. Если было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами была Анташа Широкова. Пишите. Пока. Пока.